Все-таки автостоп это мое любимое детище. Ну вот это демонстрация того, как думается надо работать, в то время, когда работать не хочется. Потому что то, что творится на этих выборах, напоминает мне спектакль. В спектакле я принимал участие, это было в школе во втором классе, в четвертом, в шестом и в восьмом классе. То есть наигрался, хватит. Забавно, да. Ну а раз это любимое детище, теперь уже второе. После ребенка, то вот мы и насытили его сюжетами. И у нас не один пункт экспресс-замена масла и всего остального. У нас их много. Мы просто помогаем людям работать. Ну и переживем эту холодную зиму. Как пережить холодную зиму? У нас есть 4 пункта и 5 способов, как не замерзнуть. В том числе и заводя свою машину. Способ первый. Вовремя поменять масло. И вам надо понимать, что если даже у вас залита синтетика, старенькая синтетика, то вязкостные характеристики ее уже никакие. То есть проще приехать сюда, вот допустим, на шоссе дачное, это выезд в сторону озера Соленое. И за какие-то 15-20 минут просто поменять масло. И теперь вы уже заведетесь даже тогда, когда на улице будет минус 40. Слагаемое номер 2 вашего успешного зимнего старта. Это, естественно, свечи. Мы привыкли на хороших аномарках ездить долго. Но, к сожалению, так случается, что свечи и на V8, и на V12, и на V6 засираются. Вот поэтому ваш сверхнадежный двигатель уже не так хорошо схватывает. И вам приходится сначала на трех горшках, потом на четырех, потом на пяти, потом на шести. Это ладно, мы владельцы хороших больших двигателей. А представляете, что бывает с малолитражками четырехцилиндровыми, то есть с отечественными автомобилями, всеми подряд. То есть на трех еще заведется, на двух нет. То есть свечи меняем так же, вместе с пунктами экспресс-замены масла. При этом, смотрите, если вы, допустим, в 9-10 часов поехали, где вечером работает автомобильный магазин? А он работает вот здесь, в пересечении четырех кресток. Советская, советская армия, доменщиков, рядом материальная контора. Вот этот пункт. Итак, будь готов к зиме, готов? К зиме всегда готов. Мы завезли достаточно большой ассортимент зимних, так скажем, товаров. У нас в ассортименте появились дополнительно свечи с зажиганием, появились щетки для смятения снега, дворники. Большой ассортимент достаточно аккумуляторов на различные автомобили. Так что мы к зиме готовы. То есть зима для Магнитогорска – это не только работа с 9 до 6. Дело в том, что Магнитогорск работает круглосуточно. Ну, комбинат и все остальное. Мало того, люди в основном ничего не успевают, потому что 6 часов – это пробка. До скольки вы работаете? Мы готовы принять автомобиль, в принципе, 12 часов в день. То есть мы работаем с 9 до 9. Так что вечером до 9 часов добро пожаловать, обслужить свой автомобиль. Это относится ко всем сервисам? Да, конечно. Все сервисы Castrol Shell работают у нас с 9 до 9. Третья составляющая – ваша успешная эксплуатация. Успешная эксплуатация вашего автомобиля зимой. Так это что? Это свежий аккумулятор. Ну, тут я открою интересную тайну. Дело в том, что все, кто привозит аккумуляторы в город Магнитогорск, заинтересованы в скорейшем выходе из эксплуатации вашего аккумулятора. Потому что 2 года гарантировано, а затем уже кирдекс. Кокареку. И не надо выносить мозги продавцу. Потому что, ну, во-первых, машины сейчас немножко другие. То есть энергопотребление у, допустим, Ниссана поболее, чем у той самой копейки, которая могла ездить на аккумуляторе 5 лет. Ну, и, естественно, через 2 года проще вам продать новый, а еще и выручить деньги за старый. Но вам надо понимать, что на всех пунктах экспресс-замены масел от, ну, вот этой замечательной конторы, даже здесь, на улице Салавата-Юлаева, 16, что аккурат за новым 9-этажным комплексом на проспекте Ленина в районе Казачьей переправы есть аккумуляторы в должном количестве. Так что, если ваша машина почему-то делает утром вам надо срочно поменять аккумулятор. И четвертое составляющее успешной эксплуатации вашего автомобиля зимой. Дело в том, что после 3 лет эксплуатации, как правило, термостат перестает нормально работать. Ну, и вам необходимо просто поменять антифриз. И это, опять же, сделать можно здесь. Но мы уже находимся на пульваре Сиреневом. Вот этот гаражный кооператив здесь располагает 4-е подразделение пунктов по экспресс-замене масла. То есть, не просто экспресс-замена масла делается. Здесь проводятся все виды работ. И в том числе и замена антифриза. Ну, и, естественно, про ту самую пятую составляющую. Это, извините, ослиная моча, которую вы заливаете в свои бензобаки. Потому что бензином называть то, что продается на наших заправках, язык не поворачивается. Но вот здесь вот пункты по экспресс-замене масла вам не помощники. Продолжение следует...